Итак, готовимся к жаре, запасаемся водой, надеваем головные уборы и соблюдаем правила отдыха на воде. По статистике, каждый купальный сезон в России тонут в среднем до 13 тысяч человек. Каждый девятый из них – ребенок. Мы обращаемся к родителям, следите за детьми и еще раз напоминаем правила безопасности. Новые мосты – старые проблемы. Эти кадры закинули в сети неделю назад. Вряд ли ныряльщики задумываются, что каждый прыжок для них может стать роковым. Опасность в том, что, во-первых, в воде могут быть различные предметы, которые человек не видит сверху. Потому что вода в Московской области, видимость практически нулевая. И человек, ударяясь об этот предмет, даже если он не получит сильных травм, а на несколько секунд потеряет сознание, этого уже достаточно, чтобы он утонул. Нырять и плавать безопасно только в проверенных и разрешенных местах. Кляну это городской и детский пляжи. Вода в этих зонах прошла санитарный контроль, берега отсыпаны песком, акватория огорожена, а ситуацию контролирует служба спасения. Ситуация спасательного пляжа обусловлена тем, что чем быстрее человек увидит, тем быстрее он спасет. И тогда есть реальные шансы, что у нас пострадавший останется в живых. В любой ситуации, когда происходит какой-то несчастный случай, внимание надо привлекать криками. Не обязательно, что у вас окажется спасатель рядом. Рядом может оказаться просто неравнодушный человек, который тоже поможет спасти пострадавшего. Чтобы отдых на пляже не обернулся бедой, достаточно соблюдать правила трех «не». Не нырять вслепую, не заплывать за буйки, не распивать алкоголь. За нарушение штраф до 5000 рублей. Николай Матюнин, Алексей Буланов, Анастасия Гарбузова. Новости дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова